Что помогает студентам сдать экзамены вне сессии? Бессонные ночи напролет с учебниками, шпаргалки, а быть может 5-рублевая монетка, которую, согласно примете, необходимо положить ботинок под пятку, и она непременно принесет удачу. А может что-нибудь еще? Это сейчас мы с вами и выясним. Студенты МГТУ вовсю готовятся к предстоящим экзаменам и зачетам. В этом им неплохо помогают гаджеты, которые пришли на смену библиотекам и книгам. Но, как известно, лучше подстраховаться. Вера в приметы и суеверие придает учащимся больше надежд на положительный результат. Как утверждают психологи, это способствует улучшению настроения, благодаря чему вероятность удачи увеличивается. Валерия и Анастасия не понаслышке знакомы со студенческими приметами, так как часто используют их в период сдачи сессии. Я очень суеверный человек. Я верю, что перед экзаменом нельзя стричься, мыть голову. Я на экзамен захожу с левой ноги, выбираю билет с левой руки. Это помогает. Я выбираю удачные билеты и сдаю удачную сессию. Я в основном могу пожать руку отличнику, который сдал до меня на отлично, чтобы принять его положительную энергию. Или по старой традиции ношу одежду на все экзамены одну и ту же. Вадим Хабатулин и Сергей Кузнецов верят в современные студенческие ритуалы, которые их еще ни разу не подводили. Ну, чтобы хорошо сдать экзамен и нормально к нему подготовиться, я ставлю рядом фотографию преподавателя во время подготовки. Она реально стимулирует. Я сейчас же учусь на втором курсе, а на первом курсе у нас был преподаватель, ну, который очень плохо к нам относился. И нам посоветовали на свою страничку ВКонтакте его фотографию поставить. А вось поможет. И не поверите, но это помогло. Среди студентов есть и те, кто рассчитывает на помощь учащихся старших курсов. Ведь они знают уже проверенные способы того, как сдать сессию на отлично. Я учусь на первом курсе, и еще не все методы знают. Старшекурсники нам помогают, и я думаю... Конечно, поможем. Я думаю, мы узнаем много очень интересных методов. Чаще всего перед экзаменом я достаю свечку, сажусь, ну, начинаю говорить, пожалуйста, Господи, помоги мне сдать эту сессию. Еще разочек, пожалуйста, еще разочек. И не знаю, получается. Помогает. Да, свечка, да, помогает. Сами преподаватели тоже когда-то были студентами. В это трудно поверить, но они также выполняли ритуалы, которые помогали им в день сдачи экзамена. Ну, я помню, что когда уже заканчивала институт, вот такая примета появилась, мода, поздно вечером все общежитие просто орало. Халява, приди! Вот это я точно помню, что такое было. Были счастливые курточки, были счастливые кофточки, были определенные там ритуалы дресс-кода. Внешний вид, конечно, играл большое значение при сдаче экзамен. Если ты не знаешь, ну, она вряд ли что-то поможет. В отличие от многих студентов, выпускница Мария Агабова рассчитывает исключительно на себя. Разве что счастливое место обязательно притянет удачу. Во-первых, у нас была очень дружная группа, и мы всегда старались вместе готовить. Считалось, что нужно сесть на третий ряд, на вторую парту. Я помню, я всегда любила это место, и, да, оно было какое-то счастливое для меня. Любила ходить отвечать первую, потому что, как всегда говорили, что первому студенту плюс балл. То есть, если даже ты не очень знаешь, то лучше идти отвечать первому. Стоит верить в приметы или нет, каждый решает сам. В любом случае, тем, кому предстоит еще сдать зачет или экзамен, мы пожелаем ни пуха, ни пера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!